Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Ваши комменты и упоминания кратко! Как приятно видеть, что Геннадий Петрович искренне радуется за выздоравливающих людей, за тех, кто лечится по мудрым методикам. А почему я должен не радоваться? Знаете, радость – это естественное состояние. И радость за тех людей, которые, как и ты, помогли самому себе. Дальше пишем. И мы читаем. Дай вам Бог здоровья долгих лет, много лет подряд, пользуясь знаниями, которые вы изложили в своих книгах, купили 25 лет назад, ваши книги, берет, мология, урильная терапия, голодание, течение организма и правильное питание. Работают? Работают. То есть, если знания истинные, они работают, а не то, что там сейчас. А если мыслительный процесс идет через речь, это у меня появилось после сильнейшего потрясения, подскажите, что с ним делать? Надо лично я бы, раз имеется потрясение, которое вызвало блок в вашем мыслительном процессе, я бы сделал дыхание, очищающее полевую форму жизни. Это дыхание на канале имеется. Дальше. Подвидовое питание, это понятно, но народы Сибири и Дальнего Востока едят много мяса и рыбы, и что-то не страдает от избытка белка. А почему? Да потому что организм приспособился. Я уже в прошлом видео писал комментарии опыта головы, он рассказал про якутов и их удлиненный желудок. Это не желудок, а, скорее всего, кишечник, а, вернее, сказать, пищеварительный тракт в целом. И знаете, опять-таки, мы видим людей, которые живут в разных климатических зонах. И, естественно, там имеются разные пищевые продукты. Так вот, наш организм с учетом этого приспособился. То есть, да, допустим, вот мы питались там, грубо говоря, средиземноморская там диета, это там больше сырых овощей, там салаты и прочее, прочее. А, допустим, расселились в более холодные климатические зоны, где нету овощей, там фруктов. Естественно, приспосабливаются к тому, что там имеется. И приспосабливается пищеварительная система, поэтому люди там и выживают. А в крайних точках, там с севера, люди что там делают? Они едят действительно рыбу, потому что у них особо ничего нет. Охотятся на китол, тюлений жир, жир китол. Это для них, это как раз для них и является видовым питанием. Это надо понимать. Не то, что, вот знаете, я вам сказал, видовое питание это вот только-только-то-то-то-то-то-то-то. Да в каждой климатической зоне, в каждом регионе имеются свои пищевые продукты. И, соответственно, это для них как раз и означает видовое питание. Квашеную капусту ем почти каждое утро в качестве салата, добавляю к ней грибы. Так вот, если квашеную капусту есть как отдельное блюдо, да прекрасно. А если квашеную капусту, да, замесить там с разного рода продуктами, то, естественно, организм не справляется с тем, чтобы переварить. Далее, как пить керосин кто-нибудь скажите. Да, вот два видео про керосин уже удалили. По-моему, здесь на канале и есть книга о том, как использовать керосин. Я выставил в библиотеке. То есть, люди не знают, как пользоваться вообще каналом, как пользоваться Ютубом, как пользоваться интернетом. Есть видео также, в котором рассказывают о том, что, что, как делать. Достаточно пять капель и хватит вам, как говорится, раз в день, курс две недели, так. Если знаете, так вот, быстренько ответить. Далее пошли на видосик Пучит. Кукуруза на Урале не вызревает. Ну и что, что она не вызревает. Клима не тот. В магазине кукурузная крупа продается. Но мне ее не надо, даром это продукт Юга России. Ну и все. И не берите ее. Растущий там. Если мои предки всю жизнь ели рожь и перловку, питали с рыбами всю жизнь. О чем я? Да о том, что в каждом регионе своя привычная пища. Это сохраняется на генном уровне. То есть, это и является видовым питанием для данного региона. Правильно все сказано. Так что и питайтесь. При этом, организм приспосабливается, несмотря на то, что там есть глютен и так далее. Знаете, он приспосабливается все это употреблять. Так, как должно быть. И человек выживает. То есть, неважно, какая там продолжительность жизни. Задача организма, допустим, выжить в каких-то там условиях. И, естественно, он начинает выживать на тех или иных продуктах, которые там имеются. Особенно раньше-то было. Вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, голодание на воде длительно. Так, вопрос. И что? Длительно. Когда воду какую пить и как пить? Да как пьете, так и пьете. Захотелось, так и пьете. А если сухой, то вообще воду нельзя? Спасибо. То есть, человек вообще не ориентируется, что такое голодание на воде, на керосине. И, грубо говоря, на углеводородах или еще на чем-то там. Вам вообще нельзя голодать, прежде чем вы не ознакомитесь с этой темой. А тут как раз есть школа голодания. И что вы задаете вопрос? Опять это говорит о том, что человек не знает, не понимает, как пользоваться каналом. Так, а вот пользователь на изодинамику, так сказать, это самое, ответил. И он, так сказать, попытался меня, ну я так понимаю, может это и не так, так сказать, задеть. А именно, на изодинамической гимнастике мой опыт и пояснение. Так, достижение не очень. То есть, у меня лучший результат, это тонна 50 в отрыве, значит, веса, называется штанга на поясе. У Анатолия Ивановича в серпах подростки за год до 800 килограмм тягают. Как бы, говорят, вот это, конечно, хорошо. Когда там Анатолий Иванович рядом, когда он там поставил поле. И все это, как бы сказать, под его руководством на, так сказать, удобренном поле, эти результаты. А я вот ответил. А вот теперь посмотрим, сколько они без Анатолия Ивановича подтянут. Мне лично очень интересно. Ответ был такой. Так, энергетику Анатолий Иванович давно установил в зале. И когда я звонил девчатам насчет занятий и возможностей прогресса, сказали, что через год тонну поднимать буду. Впечатлило. Вы знаете, я вот своих ребят веду, своих ребят веду. И где-то уже некоторые там по 800 килограмм тоже поднимают. Причем они поднимают, ну это взрослый человек. И там показано, да, в видосике, там, мои эти ученики. И там где-то прогресс у него, по-моему, месяца три он там занимается. И мне вот интересно, за сколько они до тонны дойдут. Ну это мое мнение. Естественно, с моей энергетикой, с моей энергетической духой и так далее. Вот. А вот тут вот интересно, значит, давно установил в зале. Это хорошо. Дай бог она стоит и стоять там будет. Ну вообще есть такое свойство у энергетики, что она может рассеиваться. То есть ее как-то периодически подпитывать надо. Ну насколько это. Может она действительно подпитываться от этих занятий. Я не буду там, как бы сказать, спорить или еще что-нибудь такое. Все, все может быть так. А вот звонил девчатам насчет возможности прогресса, что через год тонну поднимать буду. Впечатлило. Буду. Вот знаете, вот слово буду. Вот оно будут, 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 будут. Но вот этот год надо пройти. И теперь смотрите, я для вас посчитаю. Одно занятие там стоит 10 тысяч рублей. Одно занятие, значит, примерно год у нас, насколько я так помню, на вскидку, состоит, допустим, состоит, допустим, из 50 недель. 50 недель умножим на 7, 350. Возьмем 50, 50 недель. Значит, сразу делим на 2. А у нас получается 25, 25 недель. То есть заниматься раз в 2 недели. Значит, ну, так примерно, 25, да? 25 умножить на 10 тысяч, это занятие. Итого вам надо отвалить 250 тысяч за год занятий. Не знаю, как это вас впечатлить или не впечатлить. Вот такие вот цифры. И следующее, это надо пройти. И я тоже, знаете, думал, что вот, как бы сказать, ты начинаешь заниматься, и все это у тебя как-то там идет, идет, все, знаете, как по рельсам. Оказалось, очень много каких-то нюансов. Ну, не хочу сказать, что ты там можешь, допустим, заболеть там, пропустить. Что у тебя, что-то может случиться. Вот, например, я буквально когда там вчера, позавчера тянул 500 килограммов. И так, знаете, я почувствовал, хотя до этого 560 у меня лучше. Так почувствовал раз, а тут это самое. Типа какое-то растяжение в грудной мышце. Да, это похоже. У меня никогда не было отрыва какой-либо мышцы. Но я понял, что примерно вот так могут рваться, допустим, грудные мышцы или еще что-то. То есть я приостановился, хотя все-таки те 500 килограммчиков я оторвал. Поэтому одно дело можно говорить, можно говорить. И, кстати, есть про Анатолия Ивановича, его там близкие знакомые, рассказывает там очень интересные вещи о том, как он там занимался у него. И как раз он занимался, по-моему, раз в неделю. Раз в неделю. И вот он говорит, он что-то там, наверное, оторвал на тонну 200. И он там пишет, вот там сколько людей занималось, я уже не помню, там 10 человек, больше, меньше. Он говорит, только один я достиг вот этого результата. А так впечатлило, впечатлило. Впечатлительный очень, знаете, мы все с вами впечатлительны. А вот что практика показывает? А это совсем другое дело. Ну, пошли дальше. Значит, это кето-диета доктора Берга. Ну, это не доктора Берга, а кето-диета. Это, знаете, они вот это придумали. Кето, мета, шмета и так далее. То есть до него доктор Берг уже там использует просто это понятие. Рискованно многим почки забастуют, особенно у немолодых. Да, животные белки там другого качества. Скорее всего, можно выбрать нужное, а здесь, а здесь. Ну, в любом случае, вы должны понимать, если вы употребляете повышенное количество белковых продуктов, то наш организм, вот, кстати, очень интересная вещь, аналогия. Наш организм, ему не требуется лишнее количество сахара. Вот мы думаем, даже найти сахара из таких естественных, хороших продуктов, натуральных. Ну, например, вот я слышал, что там итальянцы якобы там пьют по четверти и более там, ну, какие-то такие сведения слышал. Конечно, не все пьют, но есть такое, любители этого самого апельсинового сока, и у них там сахарный диабет. То есть лишнее, какой бы оно ни было, как бы оно не полезное было, лишнее выводится вон. Это первое, смотрите, лишнее выводится вон, а к этому лишнему, лишнему, мы с вами можем добавить, смотрите, это вот это вот потребление этих сахаров, которые не нужны, если мы с вами не движемся, это раз. Это употребление белков, если мы с вами не качаемся там, а просто вот будем кетодиету эту там соблюдать, и там больше там этого самого белковых продуктов. То есть эта нагрузка, смотрите, на почки, они выводят все это лишнее. Некоторые говорят, надо пить воду, надо пить воды. Вода тоже лишняя, нам не нужна. Вы выпили, и сразу же организм вывел ее. И вроде с одной стороны считается, да, там почки промылись хорошо, то есть все, пятое-десятое. Но если вы это делаете постоянно, то этим самым вы вымываете нужные вещества из организма и даете на русскую, на почки тоже это. Так что все вот, все, что лишнее из лишества, это все ненужное и вредное. Как бы полезно оно не было. Так, дальше Артем Федоров пишет, как-то доктор Берр хорош, много полезного на канале. Но я не буду возражать, полезно, так полезно, берите. Так. Далее вот. Про диабет кто не видел, всем советую посмотреть. При этом никаких ссылок нету, ничего. Или это как раз на, не знаю, на мое видео, что ли. Ну, поехали дальше. Продолжаем работу. Так, дальше. Салат метла, вчера себе сделала. Вечером хорошо все прометелило. Знаете, вот это изредка, изредка там, допустим, раз в две недельки, я так считаю, именно в две недельки, чаще особо не надо. Вот это все хорошо, прометелить и так далее. Я же предпочитаю использовать более мягкую клетчатку, а это с хурмы. Вот хурма, когда спеленькая, сладенькая, сочная, то вот там как раз содержится вот та вот именно клетчатка, которая прекрасно и чистит, и формирует стул, и всасывает, действует как адсорбент, все это выбрасывает. И плюс она еще полезная сахара, питает сердце. И плюс еще у нее вяжущий вкус, но вяжущий вкус у спелой хурмы, он как бы исчезает, но действие его остается. И поэтому хурма способствует тому, что еще нормализует и микрофлору. Это очень интересная вещь. Здравствуйте, ГП. С вашим творчеством очень хорошо знаком. Творчество, видите. Занимался много лет по вашей методике. Так, кстати, у меня ваша книга с вашим автографом. Отлично. Сейчас обхожусь без докоров. Мне как-то вот не нужны эти врачи. Интересно, если че заменить. Получается слово. Эти враги, которые окончательно потеряли доверие, которые окончательно потеряли доверие после этой план-демии. Интересно, человек с выдумкой не просто так, видите, словами, так сказать, владеет, переставляет. Так, послушал рекомендации для того ветреного парня. Я и сам отчасти такую вашу рекомендацию по питанию. Только лишний раз подтвердили, что это работает. Только вот интуиция у меня теперь дружит с мозгом. Она ему подсказывает, что теперь выбрать. Сегодня мой хороший друг, так сказать, теперь у меня собственная интуитивно-мозговая система. Ну и прекрасно. После в конце ролла послушал песенку и обалдел. Ну, Генеша, ну дает. Ну, а что вы, вы не знали? Ну, да, да. А я целый альбом выставил своих композиций, так сказать. Вот это кадр. Сказать, дай Бог вам здоровья, это сказать мало. Ну, скажите больше. Бог вам его дает, вы его заслуживаете. Спасибо. Всех благ с наступающим и вас с наступающим. Сильнейшее поражение родим за холодом. Какие правильные слова? Разумная радость жизни не терять. Ой, что ж я сделал. Ладно. Так. Столько умных развелось. Действительно служили бы Геннадия Петровича Малахова. Но я бы не сказал, что только меня слушали. Умных развелось. Ну, если человек сам себя образовал, сам себя почитал, что, как бы, не обязательно мои книги, потому что я-то взял общечеловеческие знания. То есть, если бы они почитали и ознакомились с теми знаниями, которые действительно работают, вот тогда бы, тогда бы, они, так сказать, и плюс еще применили их на себе, вот тогда было бы очень полезно. Вот. А так, а так, а так, не интрограммных ученых, которых развелось до хрена. Ну, это действительно люди не прошли ничего. Вот, знаете, я вам все время говорю, вот мне 70-й год идет. Смотрите на меня, что я делаю, как я делаю, я вам там показываю видосы и так далее, как я выгляжу. Ну, не всегда я там впечатляю, так сказать, настолько бы там хотелось кому-то. Но, тем не менее. А молодые люди, естественно, я там и в 30, и в 40 лет, вы видели, там, и гнулся, и так-сяк. То есть, они вот такие. Но это не значит, что они будут такие. Посмотреть на них в 70 лет, что от них останется. Молодежь, к сожалению, не слушает этих нутрицологов, которые сами больные. Ну, вот. Надо головой думать тогда, и ученые не нужны. Значит, ценная лекция. Вот, кто-то пишет им Микина Евгения. Микина, да. Микина Евгения. На видос пучит. Ну, все. Все, 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 все. Так, все, дальше не будем. Про аутоиммунные заболевания. Опять-таки. Вот. Знание, знание, рост. Вот, чтобы запутать человека, когда, знаете, нечего ответить, человек не знает, не понимает, он тогда ссылается на аутоиммунные, а то генные или наследственные болезни. Вот, есть. Ну, что-то есть, но в какой это мере? Я считаю, аутоиммунных заболеваний нет. Ну, и на этом, и на этом закончим. А, вот еще, смотрите, вот еще интересно я тут ответил. Значит, Г.П. Петрович, глютен не заклеивает стенки кишечника, как вы объясняете, а срезает щетки микроворсинок стенки кишечника. И потому кишечник становится дырявым, понимаете, дырявым. Продукты, которые имеют глютен, надо отказаться. И чем быстрее, тем лучше, иначе со временем получишь воспаление кишечника. Ну, я уже рассказывал, я ем этот хлеб, даже этот самый дрожжевой, там, каши, и рак толстой кишки. И как-то еще, знаете, с воспалением так особо, это самое, грубо говоря, справился. И рака толстой кишки еще нету, может, он там и зреет. Ну, и хрен с ним, он зреет, я живу так. Так, пшеницу, рожь, овес, осьмень, исключительство рациона. У них есть глютен, понимаете, глютен, все остальные, злаки, можно спокойно есть. А что ж там остается так? Я все это ем и нормально, да? А если глубже нырнуть, то всю пищу, здоровую или нездоровую, надо совместить со своей группой крови. Иначе никакой пользы такой пищи не будешь иметь. Просто испорчишь состав крови в худшую сторону. Потом будешь удивляться, как так, вроде ем здоровую пищу, но все равно болею. И оказывается, что и здоровую пищу надо так корректировать и подобрать те продукты, которые подходят только вам. Давайте сначала разберем вот это вот все с моими рекомендациями. Так, значит, глютен, я как раз говорю, задаю тут вопрос. А чем глютен режет? Ведь это клей. То есть глютен это клейковина. И как раз я говорю о том, что замазывается вот эта вот щеточная кайма, грубо говоря, этим клеймем, они не работают. Вот. Как он срезает, когда это клейковина? Вот вопрос задайте себе. То есть вы как-то то, что пишете, то, что считаете сказать, вы представьте механизм действия того, о чем вы говорите. То есть клейка, как это делает? Клейка вещество просто-напросто забивает все эти микроворсинки, замазано. И через них уже нет усасывания. А как вот срезает, непонятно. Раз, да? Так, воспаление, воспаление, рака, это самое, пшеницу, весы, очмение, глютен, исключительно своего рациона. Знаете, как бы сказать, наши предки там питались этими продуктами. Конечно, в силу разных условий жизни наших предков, средняя продолжительность жизни была вот такая, сякая. Но в этом, в этой средней продолжительности жизни не пшеница, рожь, ячмень играли роль в этом. Отсутствие вообще питания. Что там, где-то голодали, где-то еще, где-то там какие-то другие факторы влияли на них. Но не эти. И если мы с вами съедаем, ну будем говорить, умеренное количество этих продуктов, пшеницу, рожи, овса, ячменя, да, овсяного там печенья, то мы чувствуем себя прекрасно. Если же мы, естественно, будем переедать, как я до этого говорил, любое переедание, это повышенная нагрузка на организм, с которым он должен справиться. И тут возникает вопрос, а справится ли он? В молодые годы, когда энергии много, тогда все там нормально пролетает. А, допустим, уже в пожилом возрасте, насколько это он может справиться, если вы там загрузите. Поэтому, и как вы их едите, если вы их пережевываете, действительно все хорошо, то все это усваивается нормальное действие. То есть, перебора не должно быть, да? Так, здоровую, нездоровую пищу надо совмещать со своей группой крови, иначе никакой пользы такой пищи не будет. А здоровая или нездоровая пища, вот тут, правда, не сказано, механизм действия на кровь. А с чем это связано? Что, эта группа крови, что будет испортить состав крови в худшую сторону? А как он портится, этот состав крови, пищи? Вот этот механизм, вы, как бы сказать, для себя разъясняли или не разъясняли? Я в свое время написал книгу «Четыре группы крови» и, значит, это самое, по-моему, «Правильное питание», что-то там такое. А, «Четыре группы крови» и особенности, по-моему, индивидуальной конституции. Так вот, понятие о том, как портится кровь, было открыто тогда, когда начали переливать кровь. И обнаружили, что имеются различные группы крови, с какой-то группой крови, значит, ваша кровь совместима, с какой-то несовместима. А почему? А оказывается, когда кровь вливают, которая несовместима с ней, то эритроциты слипаются. Так сказать, идет процесс, как там, это самое, склеивание между этими. Естественно, возникают тромбы и все там, можно и помереть от такого переливания крови. То есть, было выяснилось, в чем вред при переливании. И далее теперь, и далее, вот, а как влияет пища? Оказывается, пища, пища, вот эти вот, допустим, там, глютен или так далее, то есть, клейкие вещества, которые имеются в пище, они могут, значит, обволакивать эритроциты, вообще делать кровь более вязкой. И тоже может наступать, как и склеивание эритроцитов, так кровь становится и более вязкой. Вот что надо понимать. Но при этом, как продукты, которые делают кровь вязкой, так и которые делают ее менее, будем говорить, вязкой, клейкой. Важно количество этих питательных веществ, которые мы съедаем. Если мы съедаем нормальное количество, то организм все это способен прекрасно усвоить, переварить, и ничего не будет. Вообще, вообще, смотрите, что у нас получается. Важно вам объяснить это. Когда я себе вот разнесал так. Важно объяснить следующее. Вот у нас организм. Все в нем имеет определенные характеристики. Вернемся к крови. Кровь имеет определенную текучесть, а эритроциты имеют определенный заряд. И все это движется, все это нормально, будем говорить, работает. Как только мы с вами кушаем, съедаем ту или иную пищу, которая поступает к нам в кровь, сразу же характеристики крови начинают меняться. И в зависимости от того, если слишком много мы чего-то там съедаем, то эти характеристики настолько сильно смещаются, что разного рода там буферные системы, которые следят за тем, чтобы у нас состав крови был один и тот же, который нужен для осуществления процессов жизнедеятельности, значит, они могут с ним справиться, и никакого склеивания, ничего там не будет. Вот это вот. Как же она называется? Агглютинация так по-научному там. Ну, это склеивание, короче. Ну, посмотрите, можете ошибаться. То этого ничего не будет. А если же мы много и постоянно, то мы эти системы истощаем. И тогда у нас возникает и кровь начинает густеть, и эритроциты начинают склеиваться, и начинают возникать тромбы и так далее, и так далее. То есть, не группа крови, как это, знаете, вот, а теперь еще думаю, знаете, что питание с учетом вашей генетики. То есть, еще куда-то надо влезть туда, и вот как это влияет на гены, и вот с того уровня надо вот так подбирать пищу, чтобы она как-то там не влияла. То есть, целое не видно, и все начинает вот как-то дробить, дробить, дробить. И в итоге те, которые даже написали, а я как раз читал, это там 4 группы крови, там питание, этого автора, он сам не понимает, а как это работает. Механизм действия, в чем это заключается? Это заключается именно в том, что склеивается. То есть, мы потребляем много пищи, которая склеивает, которая обладает вяжущими, которая обладает склеивающими действиями. Вот в чем дело. А группы крови... В любую группу крови добавьте, грубо говоря, побольше клея, и она склеится. Добавьте побольше там жира или еще чего-нибудь, она станет густой. Добавьте побольше сахара, сахарный сироп в любой группе крови. И жир в любой группе крови. И количество белка в любой группе крови будет повышено. А если все это умерено, да все нормально. То есть, чтобы вы понимали, понимали, в чем что заключается. Они просто вот так вот говорили, а вам там еще, ох, а мы там проверим. И они, знаете, берут капельку крови, потом, значит, берут какой-то там этот пищевой субстрат, значит, туда, допустим, добавляют и смотрят, как это там, что там, будет слепаться или не будет слепаться. И говорят, вот, вот этот продукт мне есть. А вот эти, допустим, можно. А за это мани, 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 мани. Мы не люди, а кармани. Ну, вот так вот. Так. Поэтому, как начнут говорить, что-то срезает, что-то склеивает. И так, так это самое. Ну, это просто это самое. Вот я как раз вот это все вам объяснил. Мама дорогая, сто лет как забыла об Аллахова. То есть, от Светоча. Надо же, надо же, от Светоча. Я в шоке. А чего в шоке? А я вот живу. Ну, на этом и закончим, и закончим, и закончим. Есть особый день в году. Светочка. А я, 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 я. Счастье в каждый дом Веселись, 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 веселись В народ Наступает, наступает Новый, Новый год Вот оно, что нам несёт Он подарки раздаёт Радостилью в Бога ждёт Это-то Новый, Новый год Так, и спи, дружок сын внешний Наливай бакал с карти Загадай своё желание И под звонку Ром Попе Реселись, веселись, веселись В народ Наступает, наступает Новый, Новый год Вот оно, что нам несёт Он подарки раздаёт Радостилью в Бога ждёт Это-то Новый, Новый год Ай Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-б откликайтесь, проявляйте свою благотворительность на поддержание канала.